Дорогие друзья, всем привет! Я Таня из Южной Каролины, но сегодня посмотрите, где я нахожусь. Я нахожусь в Калифорнии, а это город Сакраменто, а конкретнее Розвилл. Я решила заехать именно к этому застройщику, посмотреть, почем же у него дома. Как вам такие домики? Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, потому что это видео будет очень интересно. И хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы зашли на мой канал. И я обещаю, вам будет интересно. Посмотрите, Art & Properties. Вот этот первый домик имеет 2095 square feet. Хочу сказать вам, три спальни, два с половиной ванны и гараж, скорее всего, на две машины. Чудесный район, как вы видите, еще застраивается. Интересный, большое Сакраменто. Сейчас, конечно же, я зайду и спрошу, почем у них дома. Дорогие друзья, посмотрите, я зашла, хотела вам показать застройщик Kinder, Kindred. Одноэтажный домик. Хочу вам показать, что он себя представляет. Чтобы вы понимали, в Калифорнии дома все из Тако. Здесь участки небольшие. Этот дом стоит 645 тысяч долларов. Давайте же посмотрим, что здесь себе представляет этот чудесный дом. Чтобы вы понимали, что все дома модельные, тем более, имеют очень много upgrades. Чудесно. Мне очень нравится план. Уже. Пожалуйста, обратите внимание на чудесные стены. Как я вам говорила, такие я видела потолки или также стены в Техасе. Хотя у нас есть один застройщик, который делает такие также потолки. Дверь у нас чудесная, высокая, большая. Я вижу хороший замочек, а также в этой двери есть вот такое маленькое окошко, через которое можно глазок. Можно увидеть, кто к тебе пришел. Здесь мы в хорошем районе, чтобы видели. Полы они положили очень крутые. При входе у нас есть двери. Кстати, похоже, как у нас в Южной Каролине. Здесь такие интересные кладеты. Помните, у нас они чуть-чуть с железными решеточками. А здесь вот была досочка. Хотя ее очень легко делать. Ребята, при входе, что вы понимали, я вижу сам узел с окошком. Высокие потолки. И вот здесь я нахожусь в Калифорнии. Решила вам снять один чудесный дом. Классная плитка. Вот такие здесь, скажем, вещи для туалетной бумаги. Как и у нас. Все. Хотя вот это, чтобы вы понимали, это апгрейд. Поэтому этот дом будет стоить еще дороже, если мы добавим все такие вот детали. Как вы знаете, стена мне вот это очень нравится. Широкий калидорчик. Так, при входе у нас хорошая комната. Это может быть офис с классным окном. Участки здесь небольшие. Как вам такая планировочка, ребята? Посмотрите. Если вы ищете купить дом в Калифорнии, обращайтесь. Буду рада вам показать. Кстати, очень много таких домов. И у нас уже в Южной Каролине с таким чудесным открытым планом. Мне очень нравится это место. Посмотрите, какое большое окно. Здесь, как вы видели, интересные крыши. Так, свет у нас есть. Опять люстра. Это все экстра. Мне очень нравится вот эта территория. И как здесь обустроено все с меблями. Как вам? Дверь, конечно, экстра-лардж. Вот именно эта дверь, которую вы сейчас видите. Слай-индор большущая. Мне нравится. Так, здесь опять чудесное место. Вот как смотрится это при входе. Мне очень-очень нравится. Темно-синяя кухня. Так, давайте мы проверим, что же у нас с вашими доводчиками. Они есть. Хотя кабинеты чуть-чуть по-другому. Смотрите, здесь белые, а здесь синие. Хотя также есть щель. Видите, чтобы вы понимали. Щели есть и в Калифорнии. Так, как насчет вытяжки? Газ здесь присутствует. Вытяжка есть, ребята. Так, домик 2000 скверфит, 625. Газ. Какая здесь фирма? Ну, как и у нас в Южной Каролине. Так что, как бы все идет по плану, как говорится. Что у нас? Ну, как вы понимаете, соединение кабинета будет вот таким. Опять же, ты можешь себе выбрать, что ты хочешь. Если ты пришел чуть пораньше. А так, можешь взять дом, который уже стоит на продаже. Вход в гараж. Как вы знаете, я заходила именно там у них офис. Мне очень нравится. Прихожая вот эта. Кстати, качество хорошее. Краска, все классно. Этот камень, конечно, крутой. Сам камень очень красивый. Опять же, чтобы купить с таким камнем, будет дом не 625, а еще дороже. Посмотрите на эту чудесную кухню. И еще вам раз покажу эту комнату и пойду дальше. Потому что у меня еще есть много дел. Так что я трачу свое драгоценное время, которое я как бы спланировала. Но решила забежать и показать вам интересные домики. Так, у нас здесь раковина, как вы видите, перегородженная. Места для мусорного ящика нету, чтобы выдвигалась. Фартук, все как у нас. Можно также это заказать. И хочу вам показать еще пентри. Во-первых, холодильник стоит в очень хорошем месте. Мне это очень, кстати, даже нравится. Вот, хорошие полочки, которые я приветствую. Хороший размер, стоит в отличном месте. Смотрите, такая чудесная дверь. Мне очень нравится, потому что не видно, что ты здесь ставишь. Да, дверка классная. Здесь совсем другой камень. Но для того, чтобы показать вам, что вы смогли бы выбрать и такой камень. Как вам такие стены? Например, мне нравятся мои южно-каролинские стены, которые прямые. Не скажу, что краска прям моется. Тоже есть flat color. И вообще-то я не люблю блестящие вещи. Для меня краска не должна быть самая-самая там блестящая. Мне нравится такое качество, как и есть. Сейчас я хочу показать вам кабинеты. Кстати, видите, как они ставят кабинеты здесь? Если у вас есть вдруг такое место, дорогие друзья, в южной Каролине, в доме вы можете поставить себе кабинеты. Что мне, конечно, интересно смотреть, это во всех домах, скорее всего, такие высокие двери. Это прикольно, что двери высокие. Так, что у нас именно с включателем? Они вот такие. Ковролин. Чтобы вы понимали, что пол здесь также стоит больше денег. Это more expensive. Можно ковролин поменять потом, хотя он чудесного и цвета, а качество, как и у нас. Большое окно. Это, конечно же, я не скрою. Окно большое. Комната также классная. Большая. Посмотрите, пожалуйста, на плинтуса сверху. Как вам размер этой комнаты? Мне нравится. Мне нравится эта хозяйская комната. Как вы понимаете, двери здесь есть. Просто их забирают во время модельного, ну, как бы, времени, когда дом модельный. Хорошая плитка, большие именно пласты. Чудесный цвет, но, как интересно, да, нету двери, чтобы закрывался именно этот санузел. Как вам так? Давайте пойдем посмотрим, что же из себя представляет дальше эта чудесная, скажем, хозяйская сторона дома. Дверь здесь будет классно. Мне очень нравится распределение этого санузла. Посмотрите. Хотите такие вещи? Можно потом у нас так же сделать, хотя у нас дома с такими не продаются. Есть выбор, если заказываете, но таких я не видела. Большое зеркало. Кабинеты как-то не то, что подвесные, но как-то интересно они сделаны. Как я уже сказала, плитка классная. Окно чудесное, кстати. Жалюзи нужно, нету в окне. Такого, знаете, матого какого-то закрытия. Ванна классная. Но, опять же, в простом доме будет это чуть-чуть подешевле. И вот душ, ребята. Смотрите, у нас в Южной Каролине так же делают такие души и так же вот оставляют белый пластик. Так что ничего нового я вам не показываю. Хотя именно вот этот кварц материал, который сделан из слабо, мне очень нравится. Даже намного больше, чем плитка. Душ хорошего размера. Прекрасное стекло. И, конечно же, чудесный классет. Так, в этом санузле был и душ, и ванная. Посмотрите, пожалуйста, на шкаф, который делают в Калифорнии. Но, опять же, это не стандарт. Чтобы понимали, каждый модельный дом имеет самые лучшие вещи, чтобы вы смогли определиться, нужно вам подешевле, подороже. Так, две комнаты я уже вам показала. И идем в третью. Хотя, перед этим мы выйдем на улицу. Хотите, правильно, увидеть бакьярды наши калифорнийские? Так, ребятушки. Ну, нельзя показать бакьярды. Хотя, смотрите, трава. Кусты. Опять же, это модельный дом. Этот участок для Калифорнии очень большой. Есть накрытие. Ну, и вот соседи там, школы, магазины, все рядом неплохое. Как вам такой домик за 645? Так, здесь у нас сушка-стирка. Кстати, хороший размер. Мне очень нравится выход на второй. То есть, на гору или Эрик, кто как называет. Опять же, кабинеты всегда в любой, в любом доме стоят дороже, чем без кабинетов. Так что, это Extra Edition. Вот эта пластмассовая коробка для интернета и, может быть, телефона, также стоит внутри дома. Так что, это ничего нового мне не сказала. Так, за кухней у нас две еще спальни. Чудесный размер. Обычный. И вот такая дверь, которая двигается с одной стороны на другую. Как вам нравится, когда двигается дверь? Или когда открывается к себе, как бы как French Door, французская. Вот такой шкафчик. Потом у нас еще одна чудесная комната. Опять цвета, которые вы видите в комнате, обычно в моделях красят на разные цвета. Дом ваш идет только с одним цветом. Как вы видите, бежевый, красивый. Очень чувствую себя здесь уютно. Потолки высокие, света хватает. Так что, вот, да, здесь легко помещаются два ребенка окна. По серединке, кстати. И такой же самый шкафчик. И еще один санузел. Помните, я вам говорила, что здесь два с половиной санузла. Так что, вот, дорогие мои, посмотрите. Чудесные кабинеты. Темно-синие, кто любит, кто нет. Опять же, в разных домах по-разному. Сейчас я вам покажу еще и двухэтажный дом. Посмотрите, пожалуйста, на эту глубокую ванну, которая 100% стоит больше денег, чем регулярная. Вот эта ванна, я вам скажу, крутая. Размер, глубина. Именно вот этот камень, который считается как кварц. Плитка. Неплохая, не самая крутая, но обыкновенная. Чудесно все сочетается. Как вам? Пишите, ребята. Буду читать ваши комментарии. Купили бы ли вы этот дом? 2000 скирфит за 645 тысяч долларов. В городочке Розвилл. Близко, кстати, к антилопе. Дорогие, прошедшие по ценам дома, я вижу, что самый дешевый дом у них стоит 616 тысяч. Это за 1840 скирфит. Хотя сейчас на него есть сейл за 590. Этот дом имеет, как вы видите, три гаража. Вот так смотрится двухэтажный. Еще есть один чудесный вот там. И дома эти имеют 2821 скирфит, 4 спальни и 3. Ванных комнат и еще бонус. И, конечно же, накрытые пятио. Вот сколько залили здесь бетона. Ребята, как вам? А стоит этот чудесный домик? Скорее всего, вам сейчас скажу. 786 тысяч долларов. 786 тысяч долларов. Как вам? А 3272 скирфита стоит где-то 750 и плюс. Захожу я еще в один модельный дом. Как вы видите, есть накрытие. Да, чудесно. Да, красивая дверь. Да, высокая дверь. Да, окошко. Вот у нас какие здесь растут кустики. Это все чудесно. Гаражная дверь. Район новенький. Как я говорю, Розвилл. Недалеко от Антилопы. А застройщик будет вот этот. Здесь есть очень много застройщиков. Но мне интересно посмотреть на дома, которые имеют двухэтажную структуру. Так, здесь потолки девяточка, как и у нас. Плинтуса есть. Сверху нету. Двери обыкновенно. Е для Калифорнии, так как и в другом доме. Посмотрите, как здесь чудесно. Зеленый кабинет. Это моя, моя, как говорится, любовь. Люблю кабинеты зеленые. Да, и вообще одежду. Мебель, может быть. Так, прекрасная спальня. Выходит окно наперед дома. Посмотрите на эту чудесную работу. Именно сзади постели. Этот кабинет уже намного дороже. Как я говорила вам всегда в предыдущих видео, мне очень нравится кабинет такого типа Жан. Здесь шкаф небольшой. Но места должно хватить, если правильно распоряжаетесь. Люди, вижу, покупают. Застройщик распродает. Но вот двери здесь уже пониже. В одноэтажном доме он был повыше. А здесь пониже, ребята. Посмотрите, пожалуйста, на этот. Мне очень нравятся зеленые. Так, здесь у нас целая ванная комната. Хотя здесь ванны нету, есть только душ. И вот именно смотрится уже так. Мне, кстати, такая модель больше нравится. Раковины. Чудесно. И хочу вам показать, вау, эту сторону. Сколько, я сказала, эти дома стоят? По 700... 90. Ребята, 790. Это модельный дом будет еще дороже стоить. Так, камин я у нас здесь не вижу. Кстати, а в первом доме видела я камин? Нет. Окна большие, да. Камин вроде хочется, но его здесь нету. Полы чудесные. Хотя у нас Южная Каролина также уже не отстает от пола. Ага, вы говорите, смотрите. Помните, есть другие застройщики Южной Каролины строят также дома, которые ты ставишь здесь диван. Там кухня, а здесь как бы пусто. Вот идеи для вас, чтобы вы так делали. Не скажу, что прям такой крутой вход на второй этаж. Посмотрите, там простые будут ступеньки наверх. Нету таких красивых перилов. Здесь три стульчика поместилось, хотя можно четыре. Красивая-красивая зеленая кухня. Холодильник стоит в чудесном месте. Кстати, фриджерей делает такие крутые холодильники. Холодильники уже это хорошо знать. Очень классные ручки, черно-зеленые. С такими классные, очень классные комбинации. Мне нравится. Обратите внимание на эту сторону. Здесь бэксплэш, как у меня дома, уже кварц. Как вам такой домик? Почти 800 тысяч долларов. Чудесное расположение кухни, хотя я не привыкла, чтобы вот именно, как говорится, духовка стояла как-то в стороне кухни. Что-то я всегда думала посерединке, но здесь выход в гараж на три машины. Что у нас закрыто? Закрыли, чтобы никто не ходил. Чудесная пентри. Все-таки пентри, когда имеет такие беленькие полочки, очень хорошо смотрится. Это крутая идея. Вот это, девчонки, крутая идея. Вы должны за это мне поставить лайки, потому что здесь я себе такой дома хочу теперь. Вот такое я себе хочу, чтобы так все красиво висело. Это просто круто. Гараж, присесть, кухня, вы знаете, ну кухня крутая, мне нравится. Вот так смотрится этот чудесный домик. Так, посудомойка, много кабинетов. Интересный, конечно, блэнко. Беленькие, я обычно заказываю серенькие, беленькие раковины. И окно на соседский дом. Мне очень нравятся такие жалюзи, чуть тряпяные. Конечно, мне опять привыкать к таким стенам, но слайдинг-доль крутая. И вот чудесный беккер. Этот дом как бы последний, поэтому смотрится, я имею в виду в ту сторону, смотрится неплохо. Очень хорошие перья. Почему они не разрешают выходить на улицу? Что за интересный застройщик? Хочется же посмотреть на как-то на эти бекьярды. Ну вот, первый этаж я вам показала. На первом этаже, чтобы вы понимали, у нас нету спальн вообще. Вот так смотрится это отсюда. А как вам такой план дома? С этой стороны как-то нету окон, гараж. А здесь поставили молодцы. Ну, это мне нравятся ступеньки, как их сделали, но именно не сильно такой крутой вход. Идешь. Хотя ступеньки эти дают очень много красы. Как бы в лукшери прибавляется. Окошко, чтобы вы понимали. Кстати, крыша здесь крутая. Видите, крыша здесь суперская. Вот так еще зелена здесь. Застроивается этот райончик. Вот такой будет бекьярд. Бетон. Если получишь больше денег, такие пласты бетона между травой очень смотрятся хорошо. Забор Южной Каролине входит в цену дома, кстати. Южной Каролине, ребята, в Калифорнии. Представляете? Вышла я еще на второй этаж. Вот здесь ступенька последняя. Налево от меня. Лафт, как мы научились говорить. Здесь люди сделали в модельном доме именно спортивную комнату. Красиво повесили зеркала. Поставили очень современный такой велосипед, который, я забыла, как правильно называется. Полотенечко, вода. Все идет по плану. Даже скакалки разные. Круто. Потолки высокие. И еще одна семейная комната. Это чудесная комната, кстати. Мне нравится. Мне очень нравится. Как вам? Я уже не буду говорить про мебель. Мебель также чудесная. Стены, как вы знаете, двери я уже вам все показывала. Это все смотрится нормально. Так. Сушка-стирка. Окошко, которое не проветривается. Здесь у нас еще один санузел. На двое человек. Зеркала, как у нас. Ванна здесь интересная. Покажу вам. Вот сколько узоров таких интересных. Конечно же. Обыкновенный размер, как и у нас. Ковролин, если хотите, такой подорожный. Также и у нас можно заказать. Смотрится неплохо вообще. Такома-то и постель. Интересные декорации. Девчонки, мальчишки. Как вам? Интересная березка, да? Такая лампа. Чудесная. Круто-круто. Так. Дальше. Пойдем направо. Здесь у нас хорошая комната для ребеночка. Посмотрите, как красиво все оформлено. Мне эти обои очень нравятся. И вообще я любитель зеленого цвета. Так что для меня это... Вау! Золото, белое, зелененькое. Чудесно. Такие же самые, скажем, шкафчики. Я не захожу. Так, здесь у нас полочки. Если что-то нужно для семьи еще поставить, можно. Ну и, конечно же, самая главная комната, которая находится для родителей. Застройщик поставил именно в этом плане ее сверху. Все, что вы видите сзади на фоне постели. Бейсборд или, как правильно сказать, хэтборд. Это все экстра. Также и этот люстр, скорее всего. Ну, здесь большущая-большущая комната, в которой вы видите слайдинг-дор. Фармерс-дор. И мы заходим в ванную комнату. Чудесная плитка. Конечно же, очень большое место в ванной комнате. Как вам? Зеркала, как вы знаете, можно всегда поменять. Даже если идут с простыми, посмотрите, что делают золотые зеркала. Ребята, ванная комната, большая. Ванна сама также большая. Отдельная комната для унитаза. Здесь, как говорится, для нее, для него. Вот окошко и два шкафа. Одинакового размера. Много места. Чудесно. Смотрите, какие двери здесь поставили. Зеркальные. Как вам? Кстати, хорошая идея. Шавр большой. Мне очень нравится то, что они сделали именно не плитку, кварц вокруг и еще. И, кстати, я говорила вам один и тот же. Нет, здесь поменьше шкаф. И, конечно же, его нужно отдать мужчине. Они любят меньше вещей. Поэтому посмотрите, как вам планировочки в Калифорнии. Пожалуйста, пишите. Расскажу вам, покажу еще и чуть-чуть. Может быть, улицу, по которой я буду ехать сейчас и город. Не смогла снять все. Но если вы ищете приобрести недвижимость в Калифорнии, обращайтесь. Буду рада вам рассказать про классных агентов. Спасибо всем большое, что вы со мной. И сейчас, как я вам говорила, покажу еще улицы. Получается, посмотрите, пожалуйста, в нашем штате Южной Каролины можно использовать туалеты в модерном доме, модельном. А здесь, ребята, вот их, как говорится, экскурсия по дому была классная. А если ты хочешь зайти в туалет, вдруг у тебя детишки, ты смотришь на дом, то, пожалуйста, заходите вот в этот. Welcome to California. Ребята, выехала я с этих домиков, участки. Скорее всего, 0.20. Я на baseline. И какой там еще райончик? Улица Stargazer. Да, красивые сфотографоры, хорошие дороги строят. Смотрите, перед тем, как начать строить дома, посмотрите за строчек, строят такие большие вечные заборы. Здесь все еще зелено, погода хорошая. Но этот район находится далеко от Freeway. Так что на Freeway нужно, не знаю, сколько минут, чтобы ехать. Ну, для семьи здесь жить неплохо. Кстати, ребята, посмотрите, новый Чоэй. Такса на дом будет 1.15. И мелрос – 261 долларов. О, вау, 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 вау. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сколько у нас тут бензинчик, ребятушки? 5.09, 5.49. Чего себе! И я нахожусь в Baseline and Foothills. Хороший райончик, хорошенький райончик. Макдональдс и Макдональдс и Макдональдс также есть туда. Мне, как бы, все не нужно, но интересно, да. Здесь я встречалась в прошлый раз с сериалтором. Продолжение следует... Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Здесь очень-очень много людей жили в этих апартах, у меня были здесь знакомые, прикольное место, но я рада, что я уехала в Южную Каролину, вообще рада. Продолжение следует...